Продолжение следует... Я рад вас, коллеги, видеть на нашем очередном вебинаре. Меня зовут Виктор Кухно, региональный тренер в Южном регионе. За режиссерским пультом у нас Сергей Абрамов. Сегодня мы с вами немного поговорим обобщенно о применении оборудования ВИЛа в водоканалах, водоснабжении и общей рекомендации, какие мы можем применить насосы в этих системах. Вы можете задавать вопросы в чате, можете, кто захочет высказаться, раскрыть свой вопрос, я с удовольствием включу микрофон, если это будет необходимо. Сегодня мы с вами узнаем много интересного, что мы можем предложить и что вам пригодится при проектировании. Возможно, не только для проектирования, но и для предложения водоканалам при реконструкции их водозаборов, а также различных подъемов. Об этом мы сегодня как раз и поговорим. Давайте начнем. О чем же еще раз хотелось бы сказать по содержанию. Итак, водоканалы обычно делятся на несколько ступеней или этапов, на несколько подъемов. Это может быть первый подъем, водозабор, либо скважины, либо с открытых источников. Второй подъем на станциях и совместно со станциями до очистки поступающей воды, осветление ее, обеззараживание. И возможны применения третьей подъема, это какие-то квартальные насосные станции или насосные станции многоквартирных домов, которые уже дополнительно поднимают воду куда-то на этажи многоквартирных домах или на целые микрорайоны в городах, для того, чтобы у них создавать необходимое требуемое давление в системах. Что хотелось бы сказать сначала. Наша компания Вилла производит полный спектр насосного оборудования для всей этой технологической цепочки. А именно, это насосы для сырой воды из различных источников скважин, либо открытых водоемов, насосы для обеспечения технологических процессов до очистки воды на очистных сооружениях и насосы также для дальнейшей транспортировки воды потребителей. Насколько вы знаете, наша компания, ну не сказать, что древняя, а скорее зрелая. Компания существует 1872 года, уже более 140 лет. Довольно гибко оборудование мы можем сконфигурировать под технологические требования заказчиков, то есть это различные рабочие колеса, подрезки, покрытия, двигатели. Все это позволяет довольно широкая линейка все это сделать. Высокая эффективность и ремонтно пригодность нашего оборудования. Очень довольно высокие значения по гидравлическому КПД, КПД электродвигателю и возможности ремонтировать наше оборудование тоже очень хорошие. И высокое качество производства, как следствие долгий срок службы, ну как вы знаете, на насосное оборудование, которое применяется для таких систем, у нас два года гарантии. Вот. И срок службы оборудования согласно гарантийному талону и требованию нормативных документов Российской Федерации, это 10 лет, что прописано также в гарантийном талоне срок службы. Ну а теперь поближе подойдем к нашим водозаборам. Итак, на экране вы видите принципиальную схему водоснабжения города Москвы. Как видите, Москва потребляет довольно много воды. Вот. И забор воды происходит как из поверхностных источников, так и из подземных источников скважинных водозаборов. Также, если на схеме вы посмотрите, что если эта вода из скважины у нас идет, то она может не очищаться, не доочищаться, а сразу поступать потребителям. То есть качество подземных источников, артезианской этой воды, глубоко залегающих, достаточно для того, чтобы ее подавать сразу потребителю в кран. Если вода поступает, как вы видите, из поверхностных источников, то имеются у нас станции водоподготовки, то есть это какая-то доочистка, хлорирование, осветление, озонирование, ультрафильтрация, все, что может применяться. И дальше уже через последующие водопроводные сооружения, различные подъемы, она также поступает потребителям. Помимо этого, вода дополнительно еще поступает на какие-то промышленные объекты. Вот, как тут указано, Кунцевская, Крымская, Черкизовские системы для питания промышленных предприятий. И теперь более подробно рассмотрим эти водозаборы. Стандартно это скважинные водозаборы и водозаборы из поверхностных источников. Причем поверхностные источники могут применяться различные типы насосов, полупогружные насосы или стандартные насосы для сухой установки. Первым в нашем осмотре это будут насосы скважины. Само понимание скважины, эта жидкость у нас залегает где-то в глубине земной коры. Вот, какой-то там есть какой-то горизонт с жидкостью, бурится вертикальная скважина стандартно до этого горизонта отезианской воды и потом, соответственно, опускается в эту скважину насос и жидкость этой скважины забирает. То есть скважина перпендикулярна направлению потока. Возможно, целые поля вот таких вот скважин быть устроены. И вот прямо поля скважин бывают на различных водозаборах, где с целого поля скважин забирается вода и подается, к примеру, на второй подъем, на приемные резервуары второго подъема. Вот так же это бывает. Скважины бывают у нас самоизливающиеся, то есть, к примеру, давление жидкости в слое земли такое высокое, что вода может просто вылиться на поверхность земли. Такое тоже бывает. Если же у нас не самоизливающая скважина, как я уже говорил, применяются насосы, которые опускаются на, может быть, довольно большую глубину. Ну, как пример, вот могут применяться довольно большие насосы. Как вы видите, вот здесь сверху у нас, сейчас я вам покажу, вот это у нас гидравлическая часть, да, здесь набор идет рабочих колес, которые увеличивают давление жидкости и подают ее куда-то дальше потребителю. Ниже находится у нас электродвигатель, вот, и между электродвигателем и гидравликой находится вот эта всасывающая решетка, здесь как раз жидкость и поступает через эту решетку в гидравлику насоса. Вот, насосы, как я уже говорил, монтируются скважиной или колодцей, в зависимости от схемы. Скважины насосы у нас имеют очень хороший КПД, один из лучших, вообще, все скважины насосы, имеют очень хороший гидравлический КПД. Вот, соответственно, хорошая, как я уже сказал, гидравлическая КПД, ну и, конечно же, КПД электродвигателя. Требования к этому еще диктуются тем, что чем меньше диаметр скважины для бурения, тем меньше капитальных затрат. Поэтому, чем уже у нас будет электродвигатель, он не электродвигатель, а весь насос, тем меньше потребуется капитальный затрат для бурения данной скважины. Вот так. Давайте продолжим. Помимо этого, применяются еще и лучевые водозаборы. Здесь у нас бурится... Сейчас, извините, я включу. Бурится с помощью специальных домкратов. Вот так проталкивается труба, перфорированная со специальной буровой головкой, и в разные стороны проводятся такие лучи, и потом вода самоизливается непосредственно в этот колодец. Конечно же, при возможности применения такой схемы водозабора, именно лучевого водозабора, капитальных затрат меньше, и воду брать гораздо легче. То есть она вот здесь набралась, в этот колодец, потом вставится туда насос, и из этого колодца забирается, чем забирать из какой-то скважины. Но не везде такой способ применим, потому что у нас грунтовая вода, ну это верхний горизонт, да, жидкости воды не очень хорошая по качеству. Вот, обычно бурится, конечно же, гораздо глубже до артезианской жидкости, артезианской воды, где качество хорошее, и позволяет применять эту воду для питьевого водоснабжения. То есть вот такие вот лучевые водозаборы не всегда применимы. Продолжим. Ну и вот непосредственно насосы, да, как они выглядят. Насосы могут быть довольно производительными до 2000 кубов в час производительностью. Напорами, как я уже сказал, это до 580 метров. Ну, представьте, 580 метров, это полкилометра, можно сказать, можно опустить насос в землю, и он будет нам оттуда забирать жидкость. Серий довольно много. Различаются они и материалами рабочих колес, материалами гидравлик. Как видите, здесь и бронзовые, и нерзавеющие гидравлики представлены на картинке. Вот. Также наличие, может быть, обратного клапана в комплекте, либо его отсутствие. Это все зависит, конечно же, от модели насоса. Электродвигатели насосов заполнены жидкостью, причем это может быть две жидкости, либо гликоль, либо питьевая вода. В водоснабжении мы, конечно же, применяем питьевую воду. Гликолем обычно применяются для либо технических нужд, либо для систем пожаротушения, где применяются скважинные насосы, допустим, в пожарных резервуарах. Вот. И не пугайтесь, что насос, электродвигатель насоса заполнен жидкостью. Может быть, это звучит несколько непривычно, что электродвигатель заполнен жидкостью, что мы привыкли всегда, ну как это электродвигатель, не то, что даже стакан, а сам статор заполнен водой. Дело в том, что намотку электродвигателя обмоток статора производится вручную уже изолированным проводом. Изолированным проводом протягиваются, делаются обмотки, и тем самым для лучшего охлаждения этих обмоток в нем всегда находится жидкость, которая отделена от основной перекачиваемой жидкостью торцевым специальным уплотнением. Вот. Так, кратце о конструкциях. Записывайтесь на вебинар по скважинной конструкции скважинного насоса. Более подробно коллеги обязательно расскажут вам о конструкциях. Вот список у нас на сайте вебинаров. Смотрите, регистрируйтесь. Итак, мы с вами говорили, что насосы могут устанавливаться не только в скважины, но и в какой-то там колодец, резервуар и так далее. И жидкость в нем, и электродвигатель, как здесь представлено у меня на картинке, заполнен жидкостью. Но есть определенные требования по минимальной скорости обтекания этого двигателя. О чем это говорит? О том, что если я поставлю скважинный насос в какой-то большой резервуар, то жидкость у меня будет заходить в гидравлику. Вот здесь, как мы с вами говорили, здесь находится у нас гидравлика насоса. Жидкость у нас будет заходить, ну, скажем так, не рядом проходить с электродвигателем, снимая тепло, а будет заходить со всех доступных сторон, где ей легче зайти в гидравлику. Тем самым ухудшается теплосъем с электродвигателя, и что может даже привести к перегреву и подключению по температуре нашего электродвигателя. Чтобы этого не допустить, принимаются такие специальные конструкции, называемые охлаждающий кожух. Вот видите, здесь установлен он на электродвигатель, и жидкость сначала проходит по площади электродвигателя, снимает с него тепло, а потом уже только заходит в гидравлику. Тем самым мы продлеваем срок службы нашего электродвигателя и стабильность работы нашей всей системы, что он не останавливается. Поэтому у нас и в каталогах, и в программе есть максимальное значение диаметра скважины без применения охлаждающего кожуха. То есть вы всегда можете посмотреть, какой у вас диаметр скважины, посмотреть, какой, какой выбрать насос, посмотреть, какой максимальный. Если у нас вот это расстояние выдерживается, то мы можем поставить туда насос без охлаждающего кожуха. Если мы это расстояние не выдерживаем, диаметр скважины больше, чем допустимый, то нам необходимо применять охлаждающий кожух на данном насосе. Либо в этом резервуаре. Как пример, я сейчас вам покажу. Это у меня горизонтальная установка с охлаждающим кожухом. К примеру, установка насоса в каком-то резервуаре. Сейчас, давайте я уберу то, что нарисовал. Горизонтальный охлаждающий кожух. Насос в комплекте уже приходит вот с таким вот кожухом и устанавливается в какой-то резервуар. То есть здесь то же самое для того, чтобы вода проходила через электродвигатель, а потом уже поступала непосредственно в гидравлику. Вот таким вот образом. Все это работает. Ну, конечно же, технологии идут дальше, чем и быстрее семимильными шагами вокруг нас. И конструкторы придумывают новые виды электродвигателей, которые бы не требовали этих кожухов. То есть я вот вам пять минут рассказывал вертикальный кожух, горизонтальный кожух. Охлаждения будет, не будет. Вот вы вот сюда посмотрите. Конструкторы пришли к мнению, а почему бы не сделать электродвигатель с активным охлаждением. То есть в электродвигатель поставили рабочее колесо специальное, которое производит циркуляцию жидкости по электродвигателю. То есть тем самым активнее отводится тепло на внешний корпус, постоянное равномерное охлаждение внутри и довольно универсальная модель позволяет применять как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. То есть тем самым мы уходим от охлаждающих кожухов и нам уже диаметры и положение насоса не очень-то и интересно. Ну вот как принцип, по специальным каналам жидкость проходит по статору, здесь по каналам снимает тепло со статора, с ротора и возвращается по внешнему специальным зазорам в кожухе, внешнему кожуху для дальнейшей циркуляции. Ну и вот таким образом происходит движение жидкости и тепло активно снимается с электродвигателя насоса. Вот, что помимо этого есть возможность еще применить. Ну не так часто, но иногда спрашивают дополнительные покрытия для скважинных насосов. Мы для них можем предложить покрытие Церамосте. Представляет собой что-то вроде на ощупь, это что-то вроде эпоксидной смолы, да, вот такой вот смолы, которая очень плотно, тонким слоем прилипает к материалу рабочих колес либо гидравлики. Что оно делает? Первое, конечно же, это уменьшение шероховатости, идет защита, повышается защита к истиранию, то есть к абразивному износу рабочих колес и гидравлики. Из-за того, что это довольно такое гладкое вещество, да, которое нанесено, уменьшается затраты на электроэнергию по причине увеличения КПД гидравлики примерно на 2-5%. Все необходимые сертификаты для применения в питьевой воде есть, вот, и, ну, я не скажу, что часто применяются, но есть возможность предложить, если у вас, допустим, высокое содержание абразивного износа, вы можете предложить дополнительно покрыть гидравлику и рабочие колеса этим составом. Вот. Что это еще есть? Теперь мы с вами подошли к непосредственно поверхностным водозаборам, не со скважинных, а с поверхностных водозаборов. Что это такое у нас? В основном, это, конечно же, у нас реки, какие-то водохранилища, озера, где также необходимо с них забирать питьевую воду. Обычно такие водозаборы не очень имеют качественную воду, то есть, там может быть довольно большое содержание песка, мутность довольно высокая, довольно высокое содержание всяких биобактерий, которые нельзя подавать сразу в питьевую воду и стандартно эти водозаборы подают воду на честные сооружения. Обычно устраиваются заглубленными, как видите здесь у меня на слайде. Это связано с тем, что уровень воды в этих реках, резервуарах в течение года меняется. То есть, у нас есть зимний, летний период, когда уровень жидкости в этих водоемах мал, а, к примеру, в период половодия, весна, таяния снегов и льдов, и у нас, соответственно, уровень в этом, в этой водозаборе повышается. Соответственно, мы должны со всех, какой бы ни был у нас уровень воды, а воду подавать жителям надо. Соответственно, ее делают заглубленными для того, чтобы все эти уровни в этом водозаборе, со всех уровней воду забирать. Вот. Конечно же, как и другой любой насос, насосы должны быть надежными и ремонтопригодными, КПД максимально высоким для снижения энергопотребления, и, как мы уже говорили с вами, так как уровень может гулять у нас от высокого до низкого в водозаборе, то у насосов должны быть низкие значения кавитационного запаса, для того, чтобы со всех этих уровней забирать жидкость и снабжать наше население питьевой водой. Желательно, конечно же, на таких водозаборах, как я уже сказал, применять вместо торцевых уплотнений сальниковую набивку, так как при большом содержании песка и абразивных включений, то быстро выходит из строя торцевого уплотнения, зачастую мы предлагаем насосы с сальниковой набивкой. Для поверхностных водозаборов применяются в основном полупогружные насосы и насосы для сухой установки. Само слово полупогружные говорит нам о том, что часть насоса опущена в жидкость, полупогруженные а электродвигатель находится над перекрытием где-то и является обычного сухого исполнения. Линейка у нас таких насосов довольно широкая по производительности до 50 тысяч напорами до 50 тысяч кубов в час напорами до 450 метров длина погружной части 33 метра. Как я уже сказал, гидравлика погружается непосредственно насос. Здесь внизу у нас с вами находится рабочее колесо, которых может быть даже несколько, целая ступень может набраться для увеличения напора. И рабочие колеса создают требуемые напоры и подают жидкость потребителю вот через напорный патрубок. Плюс такой, как я уже сказал, системы то, что как бы у нас здесь не менялся уровень жидкости, не снижался, не увеличивался, мы всегда можем ее взять и подать эту жидкость потребителю. Ну вот в разрезе как это выглядит схематично. Значит на моей памяти недавно в прошлом году мы запроектировали на одном из водозаборей в Ростовской области такой полупогружной насос. Длина вот этой части хобота вот этого всасывающего 27 метров у меня была. 27 метров вот эта штука. То есть представить себе 27 метров длину вот этой вот части, если мы это переведем на 3 метра многоквартирного дома, то это получается 9-этажный дом 27 метров на 3, 9 этажей. Вот примерно длина вот этого трубопровода, который у меня опущен под перекрытие. Вот такая вот штука можем мы предложить. Вот вот так это выглядит на объекте. Как я уже сказал, электродвигатель стандартного исполнения находится наверху, а гидравлика опущена вниз под перекрытие. Так это выглядит вживую. Вот могут применяться, конечно же, и насосы обычного исполнения, как здесь представлено. Это обычные насосы EL, BL, SCP и так далее, которые, как я уже говорил, установлены ниже уровня, то есть не ниже уровня, а являются заглубленными, отделены от резервуара с жидкостью водонепроницаемой перегородкой или где-то расположены на удалении. В этом случае используются классические насосы с моторами воздушного охлаждения. Вот стандартно материалы рабочих колес, не только может быть чугун, может быть и бронза, нержавеющая сталь, и торцевое уплотнение, либо сальниковая набивка, в зависимости, что нам необходимо, применяются на данных объектов. Как видите, здесь даже у меня указаны уровни, то есть нижний уровень, верхний уровень, это как раз уровни, что у нас в течение года, как может изменяться уровень жидкости в данном водозаборе. Сейчас все больше при строительстве новых водозаборов либо насосных станций применяются насосы, не боящиеся затопления. С чем это связано? Ну, как вы знаете, у нас по наружным сетям и сооружениям есть СП-31-133-30 2012 года действующий, и там есть пункт 10.2, в котором указано, что для заглубленных насосных станций предпочтительно установка герметичных моноблочных насосов типа погружных. Длинную фразу сказал герметичные моноблочные погружные. Что это значит? Сейчас покажу. Вот, пожалуйста, представлен как раз погружной насос в напорном кожухе, то есть здесь уже скважинный насос, который находится в специальном герметичном кожухе, то есть вода заходит вот здесь у нас сбоку, попадает в этот кожух, попадает в гидравлику и дальше подается уже потребителю. Вот, таким образом может применяться на новых насосных станциях, водозаборах выполнения данного пункта СП. В чем плюс? В том, что насос не боится затопления, он и так работает в воде, этот скважинный насос. Даже есть интересные схемы, вот даже, по-моему, Николай Николаевич есть в чате, у нас коллега из Сочи, где вот этот водозабором с помощью вот таких вот скважинных насосов в напорном кожухе была осуществлена водоснабжение Красной Поляны. Вот, семь насосных станций по горе были расположены последовательно друг за другом, и вот таким вот образом спрятанные горизонтально насосы в напорном кожухе произвели водоснабжение Красной Поляны в период Олимпиады. Олимпиада прошла удачно, без сбоев, в общем, слава Богу, все нормально. И до сих пор, да, вот Николай Николаевич подтверждает, до сих пор это водоснабжение, схема водоснабжения Красной Поляны с использованием таких насосов работает. Вот. Мы рассмотрели насосы полупогружные, теперь мы с вами давайте посмотрим насосы стандартного исполнения. Начнем с больших довольно насосов. Это насосы двухстороннего входа серии SCP и так далее более производительные. Эти серии позволяют нам давать жидкость до 17 тысяч кубов в час напорами до 280 метров. Довольно простая конструкция тем, что, ну, к примеру, добраться до рабочего колеса разбалчивается верхняя крышка и снимается и вот тебе рабочее колесо щелевые уплотнения. Нужно тебе добраться до подшипников, крышку сняли один подшипник, с другой стороны крышку сняли, второй подшипник, да, все довольно просто. Само слово двухстороннего входа, да, я вам сейчас давайте покажу на следующем слайде, вот, да, у вас видно слайд, да, у нас жидкость заходит в рабочее колесо с двух сторон, да, с двухстороннего входа, попадает в улитку рабочего колеса, разгоняется, то есть у насоса падает скорость, увеличивается давление и поступает непосредственно уже в напорный трубопровод. То есть здесь у нас минимизирован, за счет того, что равномерно жидкость заходит в рабочее колесо, с двух сторон минимизирован дисбаланс осевых усилий и такая конструкция дает очень высокий КПД, гидравлический именно КПД, там 92-93% вполне себе могут позволить такие насосы. Это очень хороший КПД для насосного оборудования. Вот. И сейчас, коллеги, я хотел бы вам показать небольшой пример. Я думаю, вы немного устали от моего голоса. Давайте посмотрим небольшой зарисовку по насосам первого подъема. с возвращением логинца завершилась института водозабора. Здесь заменили все устаревшее оборудование, за счет чего и как изменится качество воды раскраска или пенсия. Здесь система водозабора как работают. Как слева. пункт сердца насосных станций логинского водозабора. Именно отсюда наблюдают и контролируют все параметры системы водоснабжения города. Сейчас это делает намного проще. Все процессы автоматические. Оборудование полностью новое. Самое энергоэффективное на данный момент. Лучше пока нет не придумано. Полностью все автоматизировано. Раньше все в ручном режиме работало. Затвижечки крутили, давление регулировали. Сейчас кнопочка изотала, все работает. Особенность водозабора Лобинска в том, что бассейны пополняются не из артезианских скважин, а из реки Лоба. Поэтому во время паводков и ливневых дождей содержание песка и глины в сотни раз превышает нормы. Перекачивая такую воду насосы быстро изнашиваются. Количество порывов на ветхих сетях заметно уменьшилось. В случае отключения аварийного выхода из строя не допускается гидравлических ударов, что не приводит к авариям на сетях. Естественно, культура обслуживания, культура технологическая все это способствует улучшению водоснабжения жителей города Лобинска. Модернизация проводилась в рамках долгосрочной краевой целевой программы развития водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края. Она рассчитана до 2020 года. Пока только два водозабора в крае от Радненский и вот сейчас Лобинский могут похвастаться таким современным оборудованием. Маргарита Витясян, Евгений Матвиенко. Коллеги, извините за звук. Я сделал на всю. Надеюсь, было нормально дальше слышно. Вот. Ну, в общем, как есть. Помимо этого, ну вот, мы рассмотрели Лобинский этот водозабор. Там было заменено насосы на первом подъеме просто перекачивали как раз из реки Лоба, которая славится с большим содержанием песка, так как несет свою воду с Кавказского хребта, да, вот. И там, конечно же, были применены и сальниковая набивка, естественно, для того, чтобы не стирались торцевые, и дополнительно покрытие гидравлики защитными составами для снижения шероховатости и защиты от истирания. Дальше вода там поступала на второй подъем, где уже насосы с частотником давали воду потребителям. до второго подъема мы дойдем. Итак, насосы такой конструкции могут быть у нас и вертикального исполнения, как видите здесь. Причем, для красоты я взял такие насосы, которые, видите, берут горизонтальный насос ставят его вертикально, но, конечно же, не все так просто, нельзя взять насос и поставить его вертикально. Делаются специальные опоры внизу, делаются специальные конструкции фонаря и подшипников узлов, для того, чтобы вес электродвигателя просто не создавал дополнительных усилий на гидравлику насоса. Конечно же, здесь есть конструкторские доработки, но для уменьшения места в насосной станции очень удобно применять такие насосы. То есть, как видите, проекция на пол довольно маленькая по сравнению с вертикальной горизонтальной установкой и насосы позволяют меньше занимают место в данной насосной системе. Ну, конечно же, нельзя забывать и о других насосах. Не все у нас водозаборы такие огромные, и не везде у нас такие огромные города. Есть у нас насосы, конечно же, меньшей мощности, консольные насосы различной мощности, которые также могут применяться на водозаборах. Причем дополнительные конструктивные изменения, ну, вот как в насосах НЛГ есть специальная направляющая лопатка, которая снижает НПСH нашего насоса, да, и позволяет забирать воду из колеблющегося, различных колеблющихся уровней жидкости в резервуарах. Конечно же, это требует дополнительного расчета, если мы, ну, на водозаборах не так это часто, ну, к примеру, вот у нас сейчас развита довольно полив и ирригация с нижележащих резервуаров, да, где у нас насосы вот таких консольного типа забирают воду с нижележащего резервуара уже на полив растений. Там, конечно же, в любом случае производится расчет кавитационного запаса, не будет ли идти кавитация на насосе, ну, если необходимо, наши специалисты вам тоже в этом помогут. И подрезки рабочих колес, как и у других насосов, конкретно под рабочую точку, для того, чтобы у нас не было излишних напоров, не было излишней затраты электроэнергии, насосы данного типа подрезаются колеса под требуемую рабочую точку. Есть еще меньше насосы вот блочного исполнения, инлайн исполнения, где в линию вода проходит, да, в линию инлайн исполнения. То есть, это все уже подбирается непосредственно под тех задания заказчика. Водоканалы могут быть совсем маленькие, почему бы и нет, да, и таким образом мы можем подобрать вам даже небольшие такие насосы. Если необходимо, они могут быть и напорные, если необходимо, они могут быть довольно производительные. Такие серии. Переходим мы к второму подъему. Мы с вами говорили, что вода из поверхностных источников не очень качественная и ее нужно доочищать. Стандартно второй подъем находится рядом со станцией водоочистки. Чем характеризуются насосы второго подъема? Тем, что у нас здесь уже вода подается непосредственно потребителю, а потребитель у нас воду потребляет неравномерно. Потребитель воду любит потреблять утром и вечером и мало ее потребляет ночью либо днем. Вот. Поэтому объем жидкости, которые нужно подавать в течение суток неравномерен. Это требует применения частотного регулирования для того, чтобы, ну, частотного регулирования и набора целых групп насосов, да, групп насосов для того, чтобы обеспечить требуемой жидкостью в любой час дня и ночи нашего потребителя. Вот. Таким образом, здесь уже появляется у нас автоматика и необходимо, конечно же, с помощью этой автоматики регулировать частоту вращения рабочих колес, подключать пиковые насосы или отключать при необходимости. Вот. Как мы уже с вами говорили, могут применяться здесь также различные типы насосов в зависимости от необходимости. может быть это и консольные насосы, могут быть это насосы с осевым разъемом корпуса насосы двухстороннего входа. Все это, как мы говорили, зависит от нашего водопотребления. Так. Ну, не могу еще раз не показать вам еще один по насосам второго подъема еще один небольшой видеоклип. Ласковое октябрьское солнце, припекающее, как в разгар сентября. Прекрасная донская природа. Речка, словно блюдце, бодрящий свежий воздух и покой. На территории второго водоподъема в станице Мелиховская тишина звучит по-особенному красиво. За пределами производственных помещений, а вот здесь уже на фоне постоянного технического шума прослышать что-либо можно только на минимальном расстоянии. Сокращаем его до предела, чтобы узнать о новом недавно установленном оборудовании как можно больше. Кирилл Торопов отмечает насосный агрегат немецкой фирмы Вилла и частотные преобразователи к ним были приобретены за счет очередного денежного транша, полученного при содействии министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера и главы Шахстанской администрации Андрея Ковалева. Также была приобретена запорная арматура диаметром 800 мм в количестве 3 штук и диаметром 500 мм в количестве 8 штук с электроприводами. Была произведена пусконаладка совместно с представителями Вилла, опрессовка насосных агрегатов и были произведены пробные запуски, после чего насосные агрегаты были пущены в работу. Новое современное оборудование позволяет значительно экономить на электроэнергии и обеспечивает бесперебойную работу насосных станций второго водоподъема и в обслуживании эти агрегаты гораздо проще своих предшественников. Мощность, производительность больше. Много мощнее. Чем большие насосы меньше выдают, чем маленькие. Рады довольны такой техникой. После пуска данного оборудования экономия электроэнергии составила порядка 20 тысяч киловатт в сутки. Если перевести это в денежный эквивалент, это около 100 тысяч рублей в сутки. В сутки, в сутки. Есть порядка 3 миллионов. Ну, коллеги, да, не будем долго отвлекаться, да, в общем, поставлено было оборудование, все хорошо работает. Вот, на самом, это не сотрудники, конечно же, компании Вилла и не заказной сюжет. Это, это государственные телерадиокомпании. Вот, на, насосы, так же, как мы говорили, на станциях второго подъема применяются в различных технологических процессах. В осветлении, в обесцвечивании, в обеззараживании. Жидкость курсирует из одного резервуара в другой. Поэтому в жидкость нужно добавлять какие-то какие-то коагулянты и так далее. Вот. Для этих технологических процессов у нас есть тоже свои группы насосов. Это могут быть, для перекачивания из одного резервуара в другой, может быть, применяться стандартные насосы. Если у нас применяются какие-то агрессивные реагенты, которые добавляются в жидкость, могут применяться химические насосы. У нас это серия ПМ. И если необходимо какое-то погружное оборудование, где необходимо погрузить в резервуар и оттуда откачать в другой резервуар или куда-то подать, могут применяться погружные насосы тоже различных конфигураций. Под рабочую точку мы их подбираем. К примеру, серии ФА, но может быть, вполне и РЕКСа и другие серии нашего погружного оборудования. Вот. после всех этих процессов, после второго подъема, жидкость поступает в населенный пункт. В населенном пункте, как вы знаете, у нас есть и частный сектор, и малоэтажная застройка, и высокоэтажная застройка, все, что может то и быть. Но в связи с тем, что у нас довольно изношенные сети, ну, к примеру, я вот взял из пресс-службы правительства Ростовской области, износ водопроводных сетей в Ростовской области составляет от 30 до 70 процентов. Из 23 тысяч километров 11 тысяч нуждаются в замене, то есть 47 процентов. Утечки и неучтенные расходы воды в среднем составляют 41 процент от воды поданной в сеть. То есть 41 процент, которую водоканал подает в сеть, она утекает куда-то. Естественно, тарифы и все остальное кто-то за это платит, за эти все утечки. Что делает для этого водоканал, чтобы уменьшить утечки и все остальное? Он подает давление в щадящем, щадящее давление. То есть, если он подаст сразу высокое давление, которое будет там на последнем этаже 14 этажки, то все сети у него взорвутся фонтанами воды. Поэтому он подает какое-то низкое давление и говорит, что вы строите 14 этажку, будьте любезны, вот тех условия у вас, одна атмосфера на воде, а может быть и 0,5 атмосферы на воде, ставьте насосную станцию и пожалуйста подавайте там на первую зону, на вторую зону, куда хотите, хоть на бассейн на последнем этаже. Вы уже там дальше без нас. Ну и естественно, что остается, мы с вами проектируем насосные станции, которые забирают жидкость с этого горводопровода и подают уже потребителям, создают требуемое давление в кранах наших потребителей на верхних этажах. Насосные станции у нас могут быть различные. Стандартно применяются в данный момент сейчас у нас уже насосные станции с частотным преобразователем как могут быть на насосе, так и в шкафу управления. Гарантия на наши насосные станции 5 лет, комплектные насосные станции ВИЛа для водоснабжения и пожаротушения 5 лет гарантии, коллеги, повышенная гарантийность у них. Это говорит о качестве поставляемого нами оборудования. Различными могут комплектоваться насосами как горизонтальными серии МХИ, так и вертикальной серии Хеликс, так и малошумной серии насосов МВИС. От 1 до 6 насосов в зависимости от статического давления на ПН-16, ПН-25 в зависимости от высоты дома. Мы можем вам предложить такие насосные станции. Малошумные станции серии МВИС могут применяться спокойно, так как очень низкий уровень шума в детских садах, школах, больницах и различных культмассовых зданиях, а также под жилыми помещениями. Уровень шума насосов серии МВИС очень низок и проходит по Санпину, по шумам, жилым помещениях, а также общественных и культурных зданиях и помещениях. Такие станции для увеличения давления мы применяем. что хотелось бы сказать заключение. Вы всегда можете с нами связаться через сайт, можете связаться, там есть координаты через ваш филиал ближайший к вам. Также коллеги у нас работают вилла Беларусь, тоже вполне можете с коллегами связаться, они вам подскажут, помогут подобрать оборудование. и коллеги в Казахстане, да, также у нас вилла Казахстан, вилла Центральная Азия, пожалуйста, заходите на сайт коллегам, сбрасывайте запросы, информацию, и мы вам с удовольствием поможем. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, напишите, мы можем вернуться к какому-то слайду и что-то обсудить. Вот, сейчас я еще раз просмотрю, что у нас в чате. так, вроде вопросов не было. Пожалуйста, регистрируйтесь на наши вебинары, на сайте у нас есть список вебинаров, можно зарегистрироваться на весь последующий год, и вам будет приходить напоминание о том, что скоро будет вебинар. если вопросов нет, я был рад вас всех видеть, молодцы, что делили время, хорошего вам дня, хорошей продуктивной недели, будем рады видеть вас на следующих вебинарах. Спасибо за субтитры Алексею субтитры Алексею